Во всех многофункциональных центрах Нижегородской области с апреля запустили пилотный проект ГосКьюАр. Благодаря сервису прием граждан будет проходить быстрее. Заявитель сканирует камерой телефона, на котором установлено мобильное приложение Госуслуги, специальный КьюАр-код и соглашается на передачу данных в информационную систему организации. Естественно, мы берем согласие на обработку этих персональных данных. Действительно, 12 часов и это все удаляется. Но это нам для чего нужно? Нам, как многофункциональному центру, это крайне удобно, потому что мы экономим колоссальное количество времени на заполнение всех полей. И если человек позволяет нам воспользоваться данными из его личного кабинета на портале ЕПГУ, в таком формате он показывает паспорт, все, что у него есть, уже подтягивается нам в систему. Еще один сервис, который используется в регионе уже около года – чат-бот колл-центра. Робот в короткие сроки дает ответ на массу вопросов, поступающих от нижегородцев. Он охватывает больше 57% телефонных звонков и более 60% запросов в чат-боте. При этом жители региона отмечают в некоторых отделениях медленную работу изношенной техники. По словам Светланы Мусарской, работу по обновлению материальной базы ведут постоянно. Из-за сбоя с поставками и импортозамещения возникали небольшие сложности, но их преодолели. Сейчас, например, было закуплено у нас порядка 180 плюс МФУ, которые будут на замене. Еще есть в планах закупки. Но надо понимать, что у нас примерно больше тысячи окон, которые требуют замены, которые работают. Поэтому эта работа, может быть, не всегда сразу видна. Но при всем при этом она есть. МФЦ активно работает не только с физическими, но и юридическими лицами. Популярные услуги – регистрация ИП, собственности. Центры остро нуждаются в квалифицированных сотрудниках. Сотрудник МФЦ – это потрясающий универсальный специалист. Я лишний раз готова говорить спасибо своим сотрудникам, потому что вовлеченность в работу, конечно, большая. Требуется здесь. Как устроится? У нас есть вакансия, размещена на HeadHunter. Есть размещенные вакансии у нас на нашем сайте. Самый простой способ, опять-таки, позвонить даже через колл-центр, переключить в отдел кадров. Мы расскажем, как трудоустроиться. Что нужно? Желание работать. Потому что нигде никогда не подготовят готового нам сотрудника. Никакого какого-то там суперобразования для этого нет. И мы учим. То есть у нас есть трехмесячное обучение и погружение в работу после этого тестирования. Сейчас в МФЦ оказывают около полутора тысяч услуг. В каждом муниципальном округе они разнятся. В одном отделении – примерно две сотни. Самые востребованные – регистрация собственности, гражданство, замена паспорта, услуги соцзащиты. Актуальные перечень услуг конкретного МФЦ можно посмотреть на сайте или узнать по телефону единого контактного центра 4-22-421. Дарья Козина, Евгений Ивашенко, Служба новостей, Саров, 24.